Длинная рука Израиля в действии. Йеменский порт Хадейда в огне. Это результат удара израильских ВВС по военным объектам хуситов. На фоне непрекращающихся попыток международного сообщества потушить конфликт в секторе Газа, Иерусалим дал понять – любые действия, направленные на подрыв безопасности еврейского государства, повлекут за собой жесткий ответ. «С начала войны я ясно дал понять, что Израиль нанесет удар по любому, кто нас посмеет атаковать. Потому сегодня я созвал кабинет безопасности и попросил его поддержать решение, которое я принял и атаковать цели хуситов в Йемене. Порт, который мы атаковали – вовсе не мирный и невинный порт. Он использовался для военных целей и служил точкой получения смертоносного оружия, поставляемого хуситами Ираном. Они использовали это оружие для атак на Израиль, атак на страны региона и атак на один из важнейших международных морских путей. Я поздравляю армию обороны Израиля и ВВС с решительными, точными и успешными действиями. Эта операция поразила цели на расстоянии в 1800 километров от наших границ. Она дает понять нашим врагам, что нет места, куда не может дотянуться длинная рука государства Израиль». Удар по порту Ходейда, находящегося под контролем проиранской группировки, был нанесен на следующий день после того, как запущенный хуситами дрон атаковал Тель-Авив, в результате чего погиб один человек. Это стало последней каплей терпения после девяти месяцев непрерывных атак, осуществляемых йеменскими повстанцами в попытке заставить Израиль прекратить военную операцию в палестинском анклаве. В Израиле уверены – это часть единой стратегии Ирана. «Куситы, так же как Хамас и Хизбалла, давно стали неотъемлемой частью иранской оси зла. Эта ось действует не только против Израиля, но и угрожает миру во всем мире. Израиль ожидает, что международное сообщество укрепит свои усилия против Ирана и его пособников, чтобы сдержать агрессию режима Айтол и защитить свободу международного судоходства. Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен встать против иранской оси зла и поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, в Газе, в Ливане, везде». В Сане, в свою очередь, утверждают, что Израиль нанес удар по нефтехранилищам недалеко от береговой линии, а также по электростанции. Связанные с Куситом и новостные агентства сообщили, что в результате ударов три человека погибли и более 80 получили ранения. Израильский противник начал беспощадную агрессию в провинции Хадейда, совершив несколько налетов на электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией прибрежный город Хадейда, а также на порт Хадейда и топливные резервуары, которые являются гражданскими целями. «Еменские вооруженные силы ответят на эту вопиющую агрессию и с помощью всемогущего Аллаха не колеблясь нанесут удар по жизненно важным целям израильского врага, повторяя при этом то, что было сказано в их предыдущем заявлении относительно оккупированного Яфа Тель-Авива как небезопасного района». Случаев, когда беспилотникам, регулярно запускаемым Хуситами, удавалось долететь до Тель-Авива, до пятничного инцидента известно не было. Основные усилия проиранской группировки были сосредоточены на ближайшем к ним городе Эйлад. По предварительной информации, сбой системы противовоздушной обороны, позволившей дрону долететь до центра страны – результат человеческого фактора. «Ночью с моря с запада прилетел беспилотный летательный аппарат, который, как мы полагаем, был запущен из Йемена и врезался в здание в центре Тель-Авива. В результате удара погиб мирный житель, а 10 мирных жителей получили легкие ранения. После первоначального расследования, которое мы провели на основании результатов осмотра места происшествия и военных систем, по-видимому, это беспилотный летательный аппарат модели Самад-3. Самад-3 – это иранское оружие, которое, по-видимому, подверглось модернизации для увеличения дальности полета. Иран поддерживает, финансирует и вооружает свои прокси в регионе от Газы, Иудеи и Самарии, Ливана, Сирии до Йемена. Параллельно с инцидентом в Тель-Авиве, примерно в то же время мы сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который пытался проникнуть с востока. Мы сбили его за пределами границ государства Израиль. Мы проверяем связь между двумя инцидентами». Но если до последнего момента Израиль предпочитал не отвечать на подобные атаки, отдав пальму первенства в обуздании йеменских повстанцев союзникам, то после гибели израильского гражданина Иерусалим взял инициативу на себя. «Пожар, который сейчас полыхает в Хадыде, виден по всему Ближнему Востоку, и его значение очевидно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. В первый раз, когда они причинили вред израильскому гражданину, мы нанесли им удар. И мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться. Кровь израильских граждан имеет цену. Это было ясно продемонстрировано в Ливане, в Газе, в Йемене и в других местах. Если они осмелятся атаковать нас, результат будет идентичным». После начала войны в Газе хуситы стали атаковать суда, проходящие мимо берегов Йемена через Бап-Эль-Мандепский пролив, намереваясь таким образом принудить международное сообщество надавить на Израиль, так как в этом районе проходит один из важнейших маршрутов мирового судоходства. Из-за угрозы нападений многие суда стали избегать этой зоны и пользоваться более долгим маршрутом вокруг Африки, что замедляет доставку грузов между Европой и Азией. Кроме того, доставка дорожает. Британские и американские военные корабли и самолеты с января не раз наносили удары по целям хуситов в Йемене. Однако устранить угрозу полностью это не помогло. И, как следует из реакции Ирана, ни хуситы, ни другие группировки под контрольный режим не собираются снижать уровень эскалации. «Силы сопротивления проявляются все больше и больше с каждым днем. За узурпаторским сионистским режимом стоит мощная военная политическая и экономическая организация, такая как Америка. Они борются с группой сопротивления, и они не могут поставить ее на колени, потому что они не могут поставить на колени Хамас, потому что они не могут поставить на колени сопротивление. Они вымещают свой гнев на людях. Они сбрасывают бомбы на людей, школы, больницы, детей и женщин. На глазах у людей происходят самые тяжкие преступления и насилие, и люди мира судят жестокий сионистский режим». Тем не менее, сам прецедент израильского ответа на атаки хуситов может говорить о том, что конфликт окончательно вышел за пределы сектора Газа. Способность Израиля наносить удары за тысячи километров от собственных границ – сигнал прежде всего самому Ирану. «У меня есть послание для врагов Израиля. Не ошибайтесь в нас. Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию». Весенняя прямая атака на Израиль со стороны Ирана при всей своей неэффективности показала способность Тегерана вести войну на длинной дистанции. Теперь Иерусалим также дал понять – у него не менее длинные руки и, судя по результатам, куда более эффективные. Владимир Унанянц, Девятый канал.